А как вы думаете, можно ли человека, видевшего жизнь, удивить? Причем вопрос прост. Как можно каждый месяц этого человека так развлечь, чтобы он потом минут 15 угорал не по-детски? Да легко. Представляем вам место встречи. Магазин игрушек Orion. Да это все хорошо, конечно. Куда я приехал? Даже не представляете, я поставил машину на камеру. Я начинаю снимать, потому что она знает результат. Потому что мне это место более чем нравится. Я здесь уже более 4 лет. Понимаете? Постоянно вам говорю, где замечательные игрушки. Так вот, самые замечательные игрушки в магазине Orion. Кроме всего прочего, помнится, я любитель Советского Союза. И в свое время такая штука была у нас. И рассказать его поможет киноизвежурнал. Дом не в дом, естественно. Итак, пункт номер один. Спиннеры. И то, что доктор прописал в 9-летнем возрасте. Не так давно то случилось. И мне сказали, что благодаря вот этому событию мы стали больше импортировать игрушек из Китая. Что это такое? Это замечательные спиннеры. Я не знаю, почему моему сыну это дело нравится. Я вообще не понимаю, почему это дело ему нравится. Но количество спиннеров в магазине Orion больше, чем где-либо. Ау, далеко не надо. Правильное решение. Все не стоит недорого в действительности. Вообще копейки оно стоит. К чему я пришел? К тому, что стоит в действительности копейки. То есть помните, да? Вот это было в детстве. Я его сам собирал. Вот это я умею собирать. Через некоторое количество времени я его могу собрать. Сейчас не буду делать. Дальше. Дальше что я не умею делать? Вот самый простой вариант. Такой кубик. Такой кубик не сильно большой. Я его собирать, естественно, не умею. Стоит в действительности копейки. Так, что дальше? Что дальше? Вот такой кубик. Кубик Рубика. Я собирать тоже не умею. Тоже стоит копейки. Еще более продвинутый восьмиканальный кубик Рубика я так же собирать не умею. Он так же стоит копейки. А, во! Штучка такая. Тетрис, помните? Самый замечательный Тетрис. Брик Геймс. Никаких проблем. Берите и собирайте. Кстати, к слову о том, кто хочет вернуться на круги своя в 80-х годах. Хотелось бы такое иметь. Сегодня и сейчас вперед из песни. Тоже стоит в действительности копейки. Ну и вот это. Я в действительности не знаю, что это такое. Йоу-йоу. Тоже стоит копейки. Не умею. Может быть, у вас что-то получится. Тема другая и очевидная. Лего. И это здесь каждый раз. Я когда-то думал, что мы все это дело переберем. То есть, ну, сделаем сыном все, что есть от фирмы Lego. Точнее, как Lego делается. Вообще, надо понять, что это такое. Lego это обыкновенные, ну, пластиковые штучки, которые потом вы собираете. Да? Lego. Да. Настоящее Lego стоит каких-то, ну, весьма недешевых сумм. Что касаемо здесь. Давайте определимся с суммой на одно Lego. Так вот, здесь этих Lego, если брать, вот, есть такая штука у нас в городе, да? Гостиный двор. Зайдите, посмотрите. После этого придите сюда. Обратите внимание на стоимость той штуки в гостином дворе. Просто обратите внимание, ну, что в этом сложного-то. Потом придите сюда. На одну такую штуку вы наберете, ну, примерно раз в 10 больше, чем там. А может быть, и чуть-чуть больше, чем 10. По одной простой причине. В общем-то, все это, в принципе, абсолютно одинаково. Но какие здесь конструктора? Если бы я даже вам все это сейчас объяснил, то конструкторов здесь не просто много, а очень много. К слову о том, что вы можете себе не покупать сверхдорогие штуки. Вот такие штучки стоят от 70 рублей. Есть еще и за 50 рублей, в конце концов, если с деньгами у нас совсем нет. А вот еще пазлы с другой стороны. Вот давайте сюда вернемся и определимся с этой стороны. Просто немножко разверну. С той стороны лего, с этой стороны пазлы. Что такое пазлы? Это картинки. Только они распиленные. И сделанные эти весьма интересным образом. Я каким-то образом и когда-то это было, собирал один пазл. Сегодня, сейчас, ну, тут надо не торопиться. Поверьте мне, лучше не торопиться, да? Потому что ваш ребенок, он тоже должен как бы не торопиться. Поэтому постарайтесь ему купить здесь пазлы, которые в действительности стоят копейки. Ну и, естественно, оружие. Тем более, когда мы вот эту штуку посмотрели. Оооо. Ааа, хорошо. Только в отличие от того, что он в свое время взял, это немножко все по-другому. Посмотрите внимательно. Во-первых, вес. Красиво, да? Щелкает, изумительно. Вот это ему понравилось. Шикарная штука. Реально шикарная штука. И за моей спиной, пожалуйста. Все, что должно быть в вашем хозяйстве. Потому что, если у вас есть пушчинка, которая вырастет, я вам серьезно говорю, ну, потратьте 10 тысяч рублей. Ну, просто. Не сейчас, не сегодня, не сразу. Просто я потратил примерно ту же самую сумму. Я потихонечку, полегонечку покупал ему. Понемножку, естественно. За один заход. Одну штучку. Потом еще одну штучку. Теперь у моего сына огромный ассортимент игрушек. Хочу и это купить. Возможно, куплю. Что за моей спиной? Вот. Оружие разное. Есть такое, которое стреляет мелкими пульками. Еще раз говорю, стрелять мелкими пульками вам нельзя. До определенного момента. Просто мелкие пульки забирайте у ребенка, и ни в коем случае пока нельзя. Пока ребенку не исполнится, ну, 13 лет. Вот тогда, пожалуйста. Когда они очки наденут, вот тогда стреляйте. Все остальное стреляет вот такими пульками. Большими. Стреляйте, никаких проблем нету. Это ужас. Стреляйте прямо сейчас. Сейчас буду дальше прикалываться. Только-только Ваня попросил, как эта штука стреляет. Я ему показал. Говорит, больно. Почему не дома вы не можете пострелять? Стреляйте, никаких проблем нет. С другой стороны, мы вам сейчас показываем другое место. Классно, кстати. Прикольно. Space Battle. В общем, я когда сюда прихожу, в очередной раз говорю, что вот не получается такое. Я каждый месяц сюда прихожу. Каждый месяц я сюда прихожу. Постоянно вижу что-то новое. Ну, постоянно вижу что-то новое. Хочется купить. Вы это тоже можете сделать. Еще раз говорю, приезжайте сюда раз в месяц. Просто так пройдите, посмотрите. Я не говорю, покупайте все сразу. Нет, зачем? Просто зайдите и посмотрите, и вы всегда что-то найдете. Очень сильно люблю летать. Взял себе замечательные самолеты. И уже 10 лет, как я летаю на радиоуправлении. Конечно, ваш ребенок сразу не научится это делать. Но для того, чтобы ваш ребенок с детства захотел стать командиром воздушного судна, я сейчас немножко объясню. Я как бы, ну, как вы думаете, что я теле... Ну, не буду говорить, но это не я, поверьте мне. Вот. Хотя вы думаете. Сколько я сейчас зарабатываю? Я сейчас ничего не зарабатываю в действительности. Я сейчас получаю пенсию по вот этой штуке. Еще это даже пенсию не получаю, потому что пятый год мне с этой пенсией динамит. Хотя, по сути, ну, сейчас ничего не буду говорить, но лучше вторая группа инвалидности, потому что я могу доказать, что то, чем я болею, это не очень хорошо. Реально не очень хорошо. То есть я и командир воздушного судна. Так вот, командиры воздушного судна сейчас получают по 25 тысяч долларов. Вы там не падаете, да? Поэтому я и всем говорю, ребятишки, рано или пусто, но лучшие из вас, а может быть и большие из вас, станут командирами воздушного судна. Ну, для чего это сейчас необходимо? Для того, чтобы ребенок с детства сказал, я хочу летать на самолетах. О, о, самолетов много. И еще с этой стороны еще некоторые могут везти Space Shuttle, а еще вот с этой стороны очень красивые штучки, очень красивые штучки. Этого я до этих пор до сегодня и не видел. Вот так вот, да, мы можем и в России получать столько, сколько зарабатывают лидеры в самолетостроении, в смысле пилотировании самолета. И, по сути, 25 штук бакса в месяц, а почему бы и нет? Так неплохо, да? Вот этот скейт метр десять. Я таких вообще в природе не видел. То есть на таких скейтах, оказывается, можно ехать. Господа, скейтмены, вы в других местах не заходите, приходите лучше в Орион. Конечно, это денег того стоит. Но я в свое время как-то пытался на них вставать. Сейчас попробую это сделать. Но на этом я и сейчас могу легко стоять, понимаете? И, может быть, когда-нибудь я смогу и прокатиться. Хотя, по сути, событий, да? Но не в 45 лет же становится на скейт, если честно. Да, да, да. Как-то нереально круто для меня и для вас. То есть приколы наши. Приколы наши и магазин Орион. Для вас, естественно. Как всегда, очень большое количество веломобилей. Для детей, естественно. И еще и новые пришли. То есть возвращаясь к кругам своим, я вам сейчас серьезно говорю, что этих велосипедов больше, чем где-либо. Ценники, ну, естественно, самые приемлемые для вас. И для меня в том числе. Для более взрослых детей мы это все уже вам показали. Теперь, раз мы вернемся на круги свои, конечно, сын мой вырос. Ему сейчас 6,5 лет. И, наверное, в этом смысле он уже не может брать. Потому что я ему сейчас скажу, сын, ты для себя, для своего ребенка привели количество электромобилей. А уже потом что-то будем делать с другими. Ну, да ладно, это не сегодня. То есть, если мы говорим о детях, которым еще и нету одного года, все, в большом количестве ассортименте тоже есть здесь по весьма, весьма прикольной для вас цене. Ну, так-то да, вернувшись в СССР. Жалко, что там такого не было. Хотя, поняв сущность, я бы развернулся к стране счастливых стариков и ребят. Давайте определимся, сколько мне лет. В свое время я как-то беседовал с Юрой Пориальным. Ему в то время был уже 72-й год. Я спросил, сколько тебе лет? Сказал, Леша, да мне 18 лет, по сути, события. Ничего не поменялось. Сколько мне сейчас лет? Ну, вы не смотрите и не думайте, что мне сейчас 45-й год как идет. Не-не-не-не-не-не. Все вернулось где-то на уровень 19-летнего возраста, да? Вот. А камеру сейчас держит Ваня Малак, брат мой. Он застрял где-то еще на уровне 13 лет. К слову, события. Вот. Мы просто сюда пришли и вспомнили, естественно, нашу замечательную молодость. Мы нашу молодость вспомнили. Вот. Вот эта штука, очень клевая штука. У нас такой штуки, естественно, не было. Ну, не было у нас такой штуки. По одной просто... И вообще не было. Мы что делали? Мы брали велонасос. Ну, если вы... А вы, наверное, и не помните, что раньше все велосипеды комплектовались велонасосом. Он вставал, говорит, чпок-чпок. Да, конечно. Сейчас совсем все по-другому. Сейчас люди меня спрашивают. Алексей, когда ты нас подкачаешь, я говорю, да подкачаю, никаких проблем нет. Мы этими велонасосами стрелялись. Клево было. Шлеп, блин. И все нормально. Теперь это другая штука. Но работает точно так же. Возвращаясь на круги своя. Это я специально посмотрел. Помните? Терминатор. Ну, тоже здесь есть. Чего смеяться? Вернувшись, опять же, в наше дело, сейчас покажу дальше. Специально, как-то снимется. Вот. Собирается. Так вот, вставляете. Вот так просто вставляете. Вот так и вставляете, да? Просто сейчас покажу, как это делается. Две штуки. Две штуки. Вставляет по два захода, да? Это для вас, естественно. Вот так вот ее вставляете, так аккуратненько. Она переламывается, не торопясь. Тут торопиться не надо, ребята. Это все-таки не настоящая игрушка. Вот. Сейчас мы постараюсь. Попасть. Нормально? Практически 100% попадания. Сейчас еще два. О! Клево, да? Клево? Офигенно. Стоит, ну, вообще, копейки в действительности. Ну, и раз мы вспомним про Советский Союз, вот эти штучки. Стрелялки в друг друга. То есть, на некотором расстоянии, может, так, не буду сейчас показывать, вот так, бокс, выстреливает. Да, похоже, мы вернулись на круги своя. И на Советский Союз, и в Советский Союз в магазине Орион мы также приехали. И рекомендуем вам попробовать. Поверьте мне, это достаточно интересная штука. Ну, что, круто? Да, господа, это для меня все круто. Но давайте вместе вернемся к истокам. Вместе заедем в магазин игрушек Орион. Потому что это удовольствие. По-советски, до вокзальной и далее едем направо. И, поверьте, мимо Ориона вам проехать просто не получится. Как я с вами сфотографировался? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вставай сюда. Пойдем, пойдем. Вот видите, вот мы уже фотографируемся и показываем этот результат, да. По одной простой причине. Вы сюда приезжаете, да? Да. Купили игрушки? Игрушки купили. Детский стол. Хороший? Хороший. Молодцы, молодцы, молодцы. Дети довольны. Спасибо большое. Давайте сфотографируемся. Ну, чтобы было понятно, да. И вот мы фотографируемся на фоне магазина Орион. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.